Реализацию указа президента России о мерах социальной поддержки многодетных семей на Северном Кавказе обсудили на заседании Совета СКФО. Жители Карачаева-Черкесии продолжают нести цветы к импровизированному мемориалу в Черкесске жертвам теракта в Крокусе-Тихоле. Сегодня в Кабардино-Балкарии праздник, посвященный возвращению балкарского народа после 13-летней ссылки из Средней Азии на историческую родину. Как лучше с самого детства научить ребенка литературному родному языку и привить национальные традиции, поделились воспитатели детских садов Карачаевска. Здравствуйте, в эфире телеканала Россия 24, Вести, Карачаева-Черкесия. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в режиме видеоконференц-связи принял участие в заседании Совета при полномочном представителя президента России в СКФО, которое провел Юрий Чайко. В мероприятии участвовали первый заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина и руководитель Кавказского управления Ростехнадзора Алан Цалиев. Рассматривались вопросы реализации на Северном Кавказе указа президента о мерах социальной поддержки многодетных семей, а также предотвращение и ликвидации ущерба от паводков и природных пожаров в 2024 году. Юрий Яковлевич отметил, что в настоящее время на уровне государства создана масштабная комплексная система поддержки семей с детьми, которая включает в себя как развитие существующих мер, так и внедрение новых механизмов, направленных на повышение благополучия граждан. По итогам заседания даны соответствующие поручения. В центре Черкеска продолжается акция в память о погибших в результате террористического акта в подмосковном Крокус-сити-холле. Ежедневно делегации организаций, предприятий, образовательных учреждений не только республиканской столицы, но и других городов и районов приносят цветы к импровизированному мемориалу. Сегодня там побывала наша съемочная группа. Мурат Джанкозов подробнее. С 22 марта жители Карачаева-Черкесии приходят сюда, чтобы почтить память погибших в результате теракта в Крокус-сити. Сегодня здесь ученики и учащиеся Чапаевской средней школы во главе с директором Ачемезом Малсугеновым. Ачемез Исхакович, скажите, пожалуйста, как школа восприняла эти трагические события, какие акции проводите, ну и, собственно, почему вы сегодня здесь? Ну, для нас всех это огромнейшая трагедия, поэтому мы восприняли это очень близко к сердцу. И хотя мы детей отпустили, и они находятся на каникулах, но делегация учителей, учащихся нашей школы, с нами были и воспитатели детского сада из нашего села. Собственно говоря, мы как делегация, представляющая село Чапаевское, пришли сюда почтить память жертв террористического акта. Но терроризму в нашей жизни места не должно быть. Ужасное событие, которое восприняли и дети, и взрослые, но с пониманием, что террорист никогда не выбирает своей целью отдельно ребенка, отдельно старика или кого-то другого, для них мишень – это живая жизнь. Поэтому мы сюда пришли почтить память погибших этих 143 человек на сегодняшний день, выразить глубокое соболезнование родным и близким этих погибших людей. И пусть они знают, что мы вместе с ними скорбим, вместе с ними думаем о них. А враги наши должны понять, что единство народов России, оно нерушимо, в ней наша сила. А какие акции в школе проводите? В школе прошли собрания учащимися. Мы дали задания детям, они готовят уже, и многие классы уже выставляют плакаты «Нет терроризму». В школах у нас практически во всем районе, да, наверное, в каждой школе есть уголки антитеррористического содержания. На классных часах с возобновлением занятий все это будет еще раз на это внимание уделено. И чтобы предотвратить участие детей наших в каких-то нежелательных мероприятиях, несанкционированных, все это ведет к тому, чтобы наши дети были далеки от этих ненужных и позорных явлений. Акция скорби не прекращается. Как вы видите, здесь сотни и сотни цветов. Бесчеловечная трагедия в Крокус-Сити-Холе в Красногорске потрясла жителей всей страны. В такое тяжелое время нельзя оставаться в стороне. Необходимо показать силу и единство народа, говорят жители. На сегодняшний день хочу сказать одно, что уже как бы подтверждается, что это был террористический акт, что террористы, они не принадлежат никакому вероисповеданию и никакой национальности они не имеют. И на сегодняшний день очень важно, чтобы наши жители не озлобились, чтобы россияне понимали, что делить друг друга по каким-то признакам мы не должны, не будем. И на самом деле это беда не только нашей страны, а это беда всего мира. И поэтому мы должны сплотиться и не дать почувствовать этим людям, что мы испуганы и что мы сегодня начнем как-то друг друга этим упрекать. Вот. Знаете, когда случился этот теракт, мне стало интересно, а что за концерт должен был произойти в этом «Крокус-сити». Я поинтересовалась, посмотрела. Это была группа «Пикник». И для себя я опять-таки сделала вывод, что случайности не случайны. Ранее эта группа сделала у себя пост на страничке, что будет премьера новой песни, в которой такие строчки «Ничего-ничего не бойся», «С утра кровью своей умойся» и «Начни новый день». И символик этой группы на самом деле как бы оставляет желать лучшего. Если вам будет интересно, я вам покажу. Это как бы сторонники того, о ком нам не принято говорить, скажем так. Вот. И меня поразило большое количество подписчиков у этой группы и самые разновозрастные. И мне стало интересно, я послушала их творчество. Действительно, музыка очень такая, знаете, вот она сцепляет. Можно на нее подсесть, но слова оставляют желать лучшего. И на самом деле хотела бы пожелать всем нашим жителям большой страны нашей, чтобы они все-таки были осторожны в словах, в действиях, в мыслях своих. В какой-то момент веришь в то, что мысли материализуются. Вот поэтому вот этот момент мне очень как-то не понравился. Потому что в такое время, когда у нас страна ведет борьбу с нацизмом, со всем злом, и это зло нам преподносит в виде какой-то такой, вот знаете, завуалированности, и люди на нее как бы подсаживаются. Поэтому здесь тоже какой-то элемент прослеживался, что вот этот теракт произошел именно там, вот как бы оно не случайно. Вот поэтому еще раз хочу пожелать нашим жителям терпения, благоразумия. И я надеюсь, что все виновные будут наказаны, и что все-таки дружба между народами разных вероисповеданий, национальности, она будет только крепнуть. Сегодня день возрождения балкарского народа. Глава Карачаева Черкесии Рашид Семрезов поздравил жителей и главу Кабардино-Балкарии Казбека Кокова с этой датой. 80 лет назад на долю балкарцев выпало страшное испытание, чудовищная несправедливость и бесчеловечность. 30 лет горьких лишений и страданий, невыносимые тяготы на чужбине вдали от родного дома. Трагические события в истории балкарцев позади, благодаря единству и сплоченности, мужеству и трудолюбию братский нам народ выстоял, сохранил родной язык и самобутную культуру, вернулся на родную землю и сегодня вносит неоценимый вклад в развитие многонациональной Кабардино-Балкарии и всей нашей Великой России. Нам, жителям Карачаева Черкесии, близка и понятна боль братского балкарского народа. Ведь когда-то и на долю карачаевцев выпали тяготы депортации, череда тяжелейших испытаний на чужой земле, потеря родных и близких людей. От всей души поздравляю братскую многонациональную Кабардино-Балкарию с праздником. Желаю всем народам республики счастья, благополучия, единства, сплоченности и согласия. Говорится в поздравлении главы региона. Религия, вопросы и ответы. Под таким названием в Черкесске прошел круглый стол. Студенты встретились с представителями православного и мусульманского духовенства. Подробности смотрите в вечернем выпуске «Вестей» 21.05 на канале «Россия-1». В Карачаевске на базе детского сада «Красная шапочка» прошел фестиваль-конкурс наглядно-дидактических материалов «Так могу я». Воспитатели дошкольных учреждений городского округа представили работы, выполненные с использованием подручных средств. Фестиваль проходил под эгидой сохранения национальных языков, как оказавшихся под угрозой исчезновения и основной посыл мероприятия – внедрение родного литературного языка с малых лет. В этих целях в детских дошкольных учреждениях Карачаевского городского округа выделены специальные образовательные единицы «Учитель родного языка». Улий, курятник, овечки и другая сельскохозяйственная живность в импровизированном подворье, расположившемся прямо у входа в зал, невольно привлекают внимание посетителей. Одна из гостей не удержалась и со словами «я обязательно должна подоить эту прекрасную коровку» принялась за дело. Здесь всё интересно, целый аул готов, всё, что есть здесь, и фабрика у них, и ферма, и даже улий, и всё. Прям, не знаю, девочки молодцы, ну вот у девочек фантазия, да. Всё это наглядно-дидактический материал, изготовленный из подручных средств, рассказывает Ирина Кочегарова, представляющая детское дошкольное учреждение Карачаевска номер 15 Вики. Воспитатель придумывает, и вот из того, что есть, изготавливает что-то интересное для детей, чтобы можно было показывать, да, обучать чему-то интересно детей, вот. И мы делали тоже вот именно по такому принципу, из подручных средств, из коробок, там, из, я не знаю, из колготок, из бумаги всякой. Ну вот, например, улий у нас изготовлен из лотков для яиц, просто обычная шапочка с цветочкой, которая от мух используется, да, коробочка, и из-под киндеров вот эти вот яички. Барашки изготовлены у нас из бутылок пятилитровых, обклеены синтепоном. Ну, и всё здесь такое, всё из картона сделано, в основном из коробок. Надеемся, конечно, что наш труд, наше творчество, наш такой креативный слегка подход будет оценён. А состязание предстоит нешуточное. Каждый преподаватель родного языка постарался удивить, представив на суд жюри свой необычный, уникальный, наглядно-дидактический материал в виде волшебных книг, замков, исторических башен, столов, трансформеров. Этот фестиваль-конкурс – настоящее поле для реализации самых смелых творческих фантазий. И каждый содержал не только обучающий материал для детей-дошкольников, но и олицетворял историю и культуру того или иного народа, проживающего на территории Карачаева-Черкесии и России в целом. Воспитатели собрали пословицы и поговорки, составили развивающие игры и даже пальчиковый театр, при помощи которых они будут обучать детей их родному языку прививать интерес и любовь к истории и культуре своего народа, своей страны. Родные языки на грани вымирания, на них разговаривают всё реже и реже. Нынешний молодёжь практически не понимает речь, обращённую к ним на их родном языке. И это становится настоящим бедствием. Проблему не раз поднимали старейшины общественной организации, депутаты парламента республики. А ведь ещё такие известные педагоги, как Выгодский, Леонтьев, Шахнарович, подчёркивали в своих исследованиях и говорили о необходимости целенаправленного изучения родного языка с самых малых лет. Ведь хорошее владение своим родным языком помогает не только при дальнейшем успешной учёбе, не только необходим для умственного, нравственного, интеллектуального становления дошкольника, но он также поможет сохранить наш родной карачаевский язык, который сейчас находится на грани вымирания. И подобные наглядно-дидактические материалы уверены в Управлении образования Карачаево-Черкесского городского округа, которое уверенно и очень серьёзно взялось за эту работу, вполне смогут составить конкуренцию современным гаджетам, ставшим неотъемлемой частью жизни детей с самых малых лет в процессе воспитания и образования. Цель и задачи, чтобы любопытный ребёнок смог не только услышать, а увидеть, о чём говорит воспитатель на занятиях. А так как в этом году новая образовательная программа, и эта программа требует максимального внимания любопытных наших детей, чтобы всё на занятиях становилось ясно предельно, они своими руками каждый год делают эти наградности, и это способствует более глубокому осознанию детьми данной ситуации на занятиях. Развитие родного языка и речи – один из важных этапов в становлении личности ребёнка в дошкольном возрасте и в современном дошкольном образовании рассматривается как общая основа воспитания и обучения детей, и считают в Управлении образования Карачаевского городского округа. Поэтому так важно с детства создавать представление о том, что язык – это главное сокровище народа, воспитывать любовь и бережное отношение к родному языку. У нас, благодаря Марьям Сулейменовне, благодаря нашим замечательным заведующим, в каждом дошкольном образовательном учреждении ведётся изучение родного языка. Конкурсных материалов много, и каждый интересен по-своему, поэтому жюри потребуется время, чтобы вынести свой вердикт, подытожила Эльвира Эдива. По итогам конкурса детский сад «Победитель» будет вознаграждён ценным подарком. Карачаевский городской округ пока единственный в республике, кто внедряет родной язык в современное дошкольное образование, и, возможно, этот опыт в скором времени будет перенятый детскими садами в других городах и районах Карачаева-Черкесии. Мадина Каракетова, Алибастанов, Вести, Карачаева-Черкесия, Карачаевск. Сегодня пожилые люди – активная часть нашего общества. Они берутся за решение возникших проблем своими делами, доказывая, что не стоит их списывать со счетов. Что же такое ветеранское движение сегодня, об этом рассказал заместитель председателя Совета ветеранов города Черкеска Ханафиха Суев. С ним встретилась Альбина Ламкова. Интервью смотрите далее, а наш выпуск завершен.